всем доброго времени суток ребята с вами ксенба шадовый клан shadows у нас сегодня довольно большая знаменательная новость должен быть официальный стрим от геймфорджа кто не в геймфордж официальный представитель евро айона ну как у нас иного да айона в россии в снг а вот стрим будет получается в 20 00 по мск соответственно 19 по украине соответственно через 29 минут через 29 минут и собственно говоря будет он на твиче я уже открыл канал данных ребят то есть айона классика евро вот уже ожидаю справа чтобы не пропустить я буду ретранслировать данный стрим мы будем пытаться перевести уловить какие-то крупицы информации ну и собственно говоря на стриме их обсуждать это первое второе всю эту информацию когда стрим допустим по евро какая то дата какие-то слухи так далее вы можете узнать в нашем телеграме это сейчас самый большой самый активный самый новостной телеграм подписавшись на него вы ничего не пропустите в мире айон ссылочка на него есть как в названии стрима так и в описании стрима с полностью можете посмотреть ответы на часто задаваемые вопросы то есть сколько будет стоить подписка там 10 евро например то что не будет не будут блокировать айпишники не жители россии не других стран какая будет версия что будет доступна в шопе там так далее то есть много вопросов интеллект на сегодня после стрима думаю еще больше станет нам известно вот плюс многих интересует кроме европы естественно если какие-то новости по россии выбираем раздел не е у да и у айон классик а ру айон классик и здесь все новости все обсуждения вот полностью посты какие-то интересные социального форума и новые и то тоже можете все почитать ну и все что известно на данный момент если вас интересует корея какие-то там обновления какой там шоп кстати шо будет такой же на европе как и на корее соответственно можно тот же battle pass который будет такой же тот же шоп посмотреть например на корее здесь будем дополнять только недавно сделали раздел то есть будем теперь все и ван ты скорее все всю интересную информацию закидывать сюда кроме этого если вы ищете где поиграть в данный момент самый играбельный сервак 2000 чем-то онлайн обновление 2.7 рит x1 будет через месяц примерно обновляться на версию 3.0 без вайпа это естественно айон импайр на котором большинство из вас играет ссылка на него есть в описании раз он такой популярный значит много новостей какие-то от админа посты какие-то графики драдикона арены и того подобного какие-то иван ты все будет поститься в разделе айон импайр то есть сам так сама кайон классика корея так сама кайон ру классика да то есть и нового получается евро классика gameforge так само вот отдельно у нас айон импайр далее есть общий чат здесь розыгрыши будут на разных серверах но в принципе уже есть анонсы стримов другая важная информация и тому подобное также анонсы стрима вот отдельно кто спрашивал будет ли запись сегодняшнего стрима да конечно запись будет его чтобы не пропустить какого бы канала не стримал с какой площадке бы я не стримал вот анонсы стримов полностью все мои стримы будут тут но те что касаются айона если вы любите другие какие-то там стримчики да типа ну принципе ладно по другим играм то есть и чате где-то по моему да вот другие игры вот по другим играм здесь тоже встречается там и линейка и rf онлайн и вообще в другие бывают игры нет queen fall очень перспективная новая ммрпг вот на нее тоже обзорчики бы то мы идем на нее на забыто и много-много другой даже он раз встречается так что будет желание заходить на эти хант далее гайды если вас интересуют на классике вам по-любому понадобятся гайды вот целый раздел с моими гайдиками будет еще дополняться все кликабельная ну и правила информация по правилам сразу предупреждаю без политики с какой либо страны в каком-либо виде без матов с какой-либо страны каком-либо виде вот все остальное там правило прочитаете они несложные они несложные принципе все доступно и понятно и логично так мы переходим наш раздел евроклассик поскольку мы ждем здесь и сюда бы дополнить новость я еще планирую я еще планирую потом сделать может мини ролик или мини стрим посмотрим в плане 100 информации что у нас есть часто задаваемых вопросов которые вышли грубо говоря позавчера и сегодняшнего стрима да я думаю это крупицы информации добавятся в любом случае даже обсуждая это они что-то да скажут вот то же самое они обещали нам классику евро в марте но говорили примерно марта не то чтобы обещали да примерно март и вот как раз таки середина марта конец марта начало марта а успевает ли они вообще на марта или может работа там больше чем они думали и они не успевают на марту я думаю сегодня мы это все узнаем и совокупность с этим всем сделаю небольшой ролик на пять минут тоже закину вам его сюда чтобы было как одна информация в одном скажем небольшом ролике привет хорошего стрима привет привет маша я ем приятного аппетита привет фризен вова то камаша так 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 пойду на евро и он за клан но в душе чародей кстати выбор класса довольно интересная штука паша я сам не знаю кем я пойду вариантов вроде как и много вроде как и мало будем посмотреть так и у многих привет привет хочу начать какую-нибудь ему мошку может посоветуешь но вот я бы посоветовал однозначно айон причем на него ссылочка есть самое первое в описании вторая ссылочка от telegram который на экране здесь вы можете задавать вопросы по игре любые вопросы там где качаться во что точиться ошибку выдала не знаю как исправить в игре не могу зайти там и так далее и тому подобное да то есть любые вопросы по игре айон как заработать и так далее вот я бы посоветовал айон потому что айон и так у меня одна из любимых ммрпг плюс у нее сейчас будет выходить евро классика потом рук классика это будет огромный хайп и это будет одна из самых популярных и лучших ммрпг чего она действительно заслуживает так что посоветую айон и чтобы вы успели подготовиться к евро классике посоветую сервак который второй в описании вторая ссылочка не первая первая ссылка в описании первая ссылка в описании под стримом это айон empire сервак с хорошим онлайном классический версия 2.7 ритекс 1 я там играю могу забрать гильдию стримлю почти каждый день так что и вы посоветую чуть попозже вдруг вам не понравится чуть попозже вдруг вам не понравится следите за разделом другие игры мы идем играть в линейдж 2 тоже хороший вариант на сервак эссенса там где-то обычно год сервак стабильно минимум живет вот так что старую добрую линейку можно будет с нами заглянуть но хотя думаю вам понравится всем привет привет в сн когда ru start of а лёва данила заходите в ру вот айон ру классик смотрите последние новости ну я вам сразу скажу даты нету ничего пока определенного нету ходят даже слуги что евро айон специально не говорит дату хотят ru айоном одновременно анонсировать но скорее всего это конечно только слухи но тем не менее хотелось бы верить так что вот заходите в этот раздел и смотрите если здесь ничего нового нету значит чего нового нету если она сегодня появилась на сегодня она будет в разделе которому она ну скажем полагается котором бы до евро и он корейский он район естественно больше ru и евро корея там поскольку постольку так что пару пока ничего нету посмотрю но настраивать настраивать так но стартовать не стану останусь на импари в любом случае стоит посмотреть если вы собираетесь смотрите за жизнь айона потому что это принесет воен много хайпа много онлайна старт евро как вру сегмента к европейский и кроме этого соответственно все что будет на европе если вы планируете на россию большинство из этого процентов 95 98 будет и в россии соответственно так как так я вот роман тоже теперь в чем проблема если 300 370 гривен жалко там или кого там сколько там 700 рублей ли сколько там переводе тут дело не в том что жалко вот это сама как роман кричишь я хочу на евро но хорошем или плохом смысле так сама кто-то дмитрий кричит я хочу на импарио стата так сама кто-то типа маша скажет я наену она и так и сказала я на евро не пойду буду ждать ну ру classic нету в этом ничего плохого не в одном из вариантов то есть хорошо что они есть реально empire сервак отличный реально евро и он будет хороший сервак и реально и вру первое время какая бы ни было там много как бы мы к ней не относились тоже будет вполне отличная с отличным онлайн так что поживем и видим хорошо что есть выбор вот евро ru empire а сами выбирайте где играть сами выбирайте где играть вам удобно там играть я же буду играть на всех трех серверах как обзорщик везде будет наше игровое сообщество shadows то есть есть если хотите поиграть с нами то есть с кем так что вперед и с песней здорово когда старт пока даты нету сказали в марте прошлый стрим посмотрим что на этом стриме дадут ли она нам дополнительной информации дадут ли они нам какие-то даты или хотя бы намеки вот ждем через двадцать одну минуту начнется стримчанский у них будем пытаться вылавливать информацию так маша напиши пожалуйста мозу напиши пожалуйста мозу ну и когда кушаешь прыгай в дискорд я у себя в комнате и можно туда забирай а юки напишу те же если кимаш в телеграме прошу я уже телеграм не менял что мне надо всем им телеграме писать не лазит по телеграму кто подходит на стрим ребята очень очень сильно важно не забывайте ставить пожалуйста лайки для продвижения трансляции они продвигают решению сейчас и когда террасляция закончится эти лайки тоже будет продвигать трансляцию соответственно больше людей посмотрит соответственно больше людей проиграть на европе на европу будет больше community с нгс-300 больше людей придет в айон бюджете в комнате в айоне ситоки и сейчас перемещу его как юки переместил а спасибо más я тебя переместил не кесла пока еще рано но переместил валяйся тут мы его связали все это у нас еще в юге минут 20 может своими делами заниматься 20 минут уже туда это готов проявлять свои переводческие способности я старался я сейчас посмотрел первый стрим вроде если на этом все время будут то же самое говорить как я понял но они должны подтвердить и потому что они сказали первые мнения там поменялось они должны обсуждать будут факты типа часто задаваемые вопросы которые они выкатили два дня назад который в телеграме которая показывал то есть цена вот 10 евро не будет обсуждать на саму подбор будет обсуждать что цена 25 евро на battle pass и так далее то что нибудь блока вот они у них еще нету точных данных и в частности про россию они не могут ничего сказать а теперь они уже сказали да видишь из тебя лишь на лишь просто лицена теперь они сказали что в этом как раз таки вот сейчас задаваем вопросах есть типа можно ли будет играть жителям российской до блока по и пи не планируется и банов ни одних стран хорошо так чем отличается ли их shadow от shadows ну да правильно отвечает роман это грубо говоря два состава которые отличаются грубо говоря уровнями то есть допустим если shadow это образно там 37 тире там 45 то пускай будет первый состав этого образно 45 55 да они имеют прямое отношение друг другу и там и там я лидер это одно и то же игровое сообщество один и тот же дискорд одни и те же правила отличается по сути левелом набора просто не вмещаемся в один легион очень мало людей в легионе 150 человек не влазим звук на максимуме не слышно как бы тиховато ребят смотрите скорее всего алексей это у вас где-то проблема потому что я с таким звуком стрим ли уже хрен знает сколько кроме вас на стриме сидит почти порядка 40 человек и в принципе все хорошо слышат так что где-то надо вам то ли в самом самих наушниках то ли где-то в windows и справа где-то надо выкрутить звук потому что я там могу быть мне не проблема но я уверен тогда у остальных я буду просто орать так мост эти в нвс и шпилит в основном разделе в дк и надо бы того забрать пять минут и подойду к вам окей 1 маша подойдет а потом маша норм звук пишет спасибо за фидбэк маша подойдет когда раз дернет маза за левую ногу кстати уже начинает в чатике начинает уже в чатике евро и ион отписать уже а я без понятия твичер такой что туда развод захожу ведь я могу кин новую ссылку можешь посмотреть да и в телеграме уж на теле на ион айон нижнее подчеркивание фрит подчеркивание вот но я с ним пока она машина ракинула на стриме так что можно зайти глянуть и суши на что эти были бакета субтитры дабы любого было бы реально прикольно а вот яндекс пытаются сделать так чтобы можно было сделать субтитры прямо с переводом сразу же что там онлайн рассказывал через нейросети да сейчас это еще просто не таки лаги но но работает реально ю тубе по крайней мере смотрю твои стримы и вспоминаются времена за иона ты знаешь это одни из лучших моих времен в айоне отличные три года отличная компания отличный онлайн да это реально вот ну очень топовский сыр вак был что вспомнить плане проли по онлайн имеется ввиду и по эмоциям там сама сборка средняя было а так конечно все было очень круто и да конечно же хочется чтобы было что-то похожее вы знаете если на за ионе у нас было 3000 была такая атмосфера был такой онлайн но вернее 3000 с таким онлайна была такая атмосфера вот то в принципе на той же классе я уверен в европе 1008 соберется не меньше в рука до сегменте будет выходить я уверен будет выходить под подтверждение того что будет выходить были опровержение не было вот я думаю где-то с 2 сервера будет еще по 8 то есть должно быть очень круто лёва еще раз привет зашел лайкосик поражать спасибо большое александр так кстати правильно роман пишет алексею алексея партизана что может у тебя в браузере звук приключен может еще где-нибудь конкретно в этом браузере может нас тридельный микшер снизу справа там нажать мишка микшер там они отдельно по программам можно так доброго времени суток добрый от эфир по поводу евро иона все правильно пророй сегмент известно чего ребят смотрите я сейчас кину telegram заходите в раздел ru ion classic вот все что известно все здесь все что известно все здесь только что то появится новое сразу будет здесь вот сегодня будем смотреть стрим официальный от евро ион classic от game for the пару пока новостей нету только появится сразу будет в телеграме сразу будет у меня на канале ссылку на telegram вам закинул также ссылка на telegram прямо название стрима вот сегодня нас интересует евро ион вот и стрим будет по евро иону через четырнадцать минут официальный а не меньше будет не 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 максим один бы стабильно было бы нет нет я приводил примеры то есть это не цифры с потолка я просто вам приведу пример а ион эмпайр сейчас самый популярный сервак до которые есть по иону фришка ссылка в описании на если что он собрал 3 200 онлайна на старте сейчас у него где-то 2 500 но будем опираться на 3 200 допустим до которой он собрал на старте сейчас это было недавно буквально месяца 4 назад и еще там был один айон play собрал полторы тысячи ну пускай 3 200 делаем 3 500 да и полторы тысячи это 5 то есть просто две фришки две фришки собрали 5000 а еще есть history а еще есть евро ион еще есть куча херово серверов такие да там онлайна по 200 по 300 по 400 по 200 вот это все если соединить но то есть я пять тысяч уже вам назвал там три тысячи стопудово соберется вот стопудово 3000 соберется прям с головой это уже восемь ребят это уже восемь есть огромное количество людей со времен смерти роуфа гордарики ланте сатериуса и так далее которые не играют в айон потому что задолбались перекачиваться на фришках задолбались перекачиваться прям кучу людей знаю прям очень много вот они с удовольствием пойдут на raw в классику или на евро классику но не хотят играть на фришках отчасти я их понимаю так что но там еще несколько тысяч реально онлайн есть люди которые играют в разные ммрпг лостар каркейдж black desert и так далее которые когда-то большинство из них играла в айон и не играют в айон потому что нету хорошего сервера потому что нету классики потому что он превратился полное говно когда убили бездну когда убили крафт когда вели воду и многое-многое другое вот так что не ребят два сервера без проблем будет по 6 по 8000 два сервера как пик гадать это когда в россии будут опускать а вот в европе но один сервак точно будет один сервак точно будет косаре на 8 но они планируются тех кто не в курсе в эти часто задаваемых вопросах и было что они планируют пока один сервак для того чтобы на одном сервере и это будет большой сервак я думаю как раз тысяч восемь онлайн а тысячу восемь онлайн а он и будет я просто не сильно осведомлен да как насколько популярен на нет в европе я знаю что у них есть лайфсивера ты живые по моему там штуки 2 или 4 каждый онлайн а по тысячу то есть у них даже лайфсивера живут из актуальной версии те которые нас не живут вот соответственно аудитория довольно большая на стримах больше косаря обычно сидит там или косарь это только но те кто смогли присутствовать в этот момент хотя время не выходной день то есть как бы онлайн будет однозначно хороший ну и плюс я уверен что с лайфсиверов по но увидев онлайн классики и плюс в целом до хайп классики то с лайфсиверов люди поломятся у них съевну на европе на классику а там есть кому ломиться в отличном от а ну кстати даже вот в ру сегменте да мы с вами говорили почему-то я упустил ров но потому что на этом человек 500 или 800 на нем играет на том роффе но тем не менее то что же плюс минус плюс минус 500 800 человек и они тоже пойдут на классику тоже перейдут по-любому с мэйна но смысл он 500 800 играть когда будет классика так что максим за это можете даже не переживать за то что он наберется ли хоть один сервак на 8000 стабильно андра тут я предмах до минут через пять покнешь этого который мос полтора тысячи на лайве айона сейчас со всех сервов мы говорим о европе или ару в любом случае это нормально я так понимаю европе судя по количеству онлайн так кровь а на руфе полторы тысячи неожиданно я думал там меньше ну тем более нет даже плюс-минус неважно даже если косарь я просто говорю я не учел это при того как приводил пример там того же empire ну то есть что онлайна у айона хватает онлайн айона хватает на классику пойдут многие потому что я же говорил кого-то стрижка устраивать не устраивает кого-то ров устраивать не устраивает кого-то версию строитель классика по сути устроит всех и онлайном и собственно говоря наполнением и обновлениями и так далее и хайпом кто ребят нас не подходит не забывайте поставить лайкосик пожалуйста для продвижения трансляции а кто-то играет кого-то легасе на ссылка на данный телеграм с новостями я напоминаю что находится прям в названии стрима и плюс в комментарии в описании второй ссылочкой здесь постят все новости по и евро айону по и классику айону по айон импайру и пару классику так здесь можно давать любые вопросы по иону во что одеваться как точиться какое оружие взять где заработать кинары выдает ошибку там где-нибудь на сервере этом где все играют и тому подобное только без мата и без политики в любом виде всем привет привет скорпена где наш рф то ли ближе к ночью будет то ли завтра сегодня знаменательное событие в мире айона вот европейского иона но за ним он наблюдает снг комьюнити то есть сегодня будет стрим 2 от гимфоржа так что сегодня я весь в айоне по крайней мере пока ссылку с на слуху на что на сам стрим или что я буду здесь расстримить но где она будет так заходили знаем видели на так так у опять лёва тут опять лёва тут подходит ребят не забывайте лайк поставить на рф любой мы стрим по рф найди и под ним будет ссылочка на рф всем привет и хорошего стрима привет виктор спасибо вчерашний стрим например допустим по рф на нем ссылочка в описании 60 человек лайков всего 34 не забывайте ребят пожалуйста прожимать лайк это очень сильно продвигает трансляцию и так и и и и и и и там заставочку запусть идем идем заставочка до заставочка пошла 326 человек пошло уже на европе на европе так на стриме так сейчас мы будем тогда свою музыку убирать и настраивать под их сверчков 200 людей накрутка скрутил айон сын накруткой такс 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 им надо у снг шных стримеров учиться крутить да они же плохо крутина такс сейчас пока не судите при тупле и твич это по ходу она она может должно быть слышно такой вот должны быть звуки машина стриме сметок да есть хорошо ну а если я не это не то есть да хорошо и курицы и сверечки а это в этом здании а смысловили куриц и простите вырвался а снаружи да так прикольно это верно так все пора доставить пыль с англо-русского справочника так по звуку не сильно мажор она хотел но пока это заставка дома не сильно там по звуку смотри пожалуйста меня звук выключен тогда если можно включить делаешь у меня на твиче включен для себя ваш выключен а ты наш ключ и проверка раз как она там по звуку не сильно ли кричит потом когда не тоже начну говорит надо бы тоже проверить пока нормально чирикой мне кстати вот у что интересно у геймфорджа что интересно они вот четыре минуты до стрима не запустили хотя бы заставку там бывает на минуту-две опоздают но тем не менее начинает у нас же когда что-то планирует где-то в снг странах что запускать заставка пойдет через час после того как стрима анонсировали через два не напишут о том что она на час задержать потом еще сейчас ссоре мы про вас тупо забыли или забили в прошлом стриме у них была задержка 8 минут применяю но здесь и ромашню да но мелочи мелочи вы красавцы канью а лава же будет 50 это вроде поначалу максимальный вроде когда вроде как 20 хотят вообще сделать но не такое как на корее а с исправлением ошибок корее что у них на то ли чили накрутка на стриме или хер его знает у них в натуре число прыгает звездец а где они еще постят о том что они будут стримить на твиттере фейсбука где у меня в телеграме ты что не видел а если кота накрутку когда не включали то ли но вот эти первые какие-то а или это было это не они были это было по моему нова я ржал что у меня смотрела стримы новый больше чем но у них не она реально у них зрители забавно прыгать ну конечно может люди заходят на право как-то чересчур хер его знает . так работает потому что возможно лишь и люди сейчас могут заходить технически ноте и логически потому что часто заламывается много людей и реально когда прыгает люди пишут hello hello там you classic hello вот то есть принципе видно же хоть же вызов это то обычно когда накрутка у людей то у них заходит сотня две-три людей и никто ничего клач в классе ну классе никто ничего не пишет да привет инфопа русская про ру классика уже было прору и не будет но вернее на этом стриме на этом стриме евро классика геймфорда прошлый стрима не было 1500 плюс но вообще шикарно все короче на это на евро стрим взлетает так пригласительные ссылки ребят вот телеграм самые популярные самые обширные по айону подписывайтесь вот ру классика заходите вру раздел смотрите новости вот евро катаре и вот евро классика юным парч сам полюса сервак то есть куда вам удобно туда заходите смотрите все новости здесь что-то что появится сразу будет там ссылку вам нафлудил чтобы смотреть записи ссылка будет в названии в описании до что через вы на фоне там великой великой мне больше понравилась маша шутка романом у тебя выиграл 10 торги залетает и говорит мы тоже можем запустить заставку это ничего не значит мы тоже умеем работать фотошопе блин это такой был маразм когда они это ляпнули это правда ли это просто да жесть все-то не человек смотрит лёва человека в 42 это хороший вопрос ребят не забывайте пожалуйста поставить лайкосик они очень сильно продвигает трансляцию причем как сейчас так и после окончания трансляции то есть больше людей узнает новости больше людей узнает об айоне больше людей пойдет на тоже евро играть с снг комьюнити нам же будет удобнее играть кстати кто пойдет с нами играть с левой стороны снизу вот написано наш дискорд умброс плюс наш дискорд есть в описании так что на его районе мы стартуем в дискорд можете заходить хоть час хоть потом милости просим можем вместе если что стартовать кому не с кем или кто ищет или снг комьюнити приветствую на стрелку привет и юра все переводчики готовы кроме моза зачем чанты нужны в игре докачался 5 5 дамага кот наплакал я не буду до конца читать там отхил говно и так далее я знаю что чанты соло в цель выхиливают не хуже чем хил это раз я видел кучу чантов на арене не самый кривый волш и не самый лучший но и не самый кривой меня разматывали некоторые чары в говно и там даже дело было не смотя потому что они прямые чародей и вот та же маша который соносит на стриме она прям кайфует от чара то есть и очень нравится холода всего который играл на закли казалось бы на но там персонажа от которого все тащатся тоже ему нравится сейчас чародей так что скорее всего просто что-то не то в крипе что-то не то в билде что-то не то в но не привыкли это не его персонаж может не ваш персонаж чант он очень жесткий в групповых замесах то есть удачный банюки на будущее как бы вроде с краткость сестра таланта подпустила юки бывает слишком много иногда вода чар топовский потому что сейчас куча людей придет и надо будет что чатик быстренько так что то ли вы не поняли правильно говорил юки то ли просто поиграйте привыкнет я сейчас взял лучника лучник это машина для убийства реально машина для убийств мне на нем дико неудобно вот такой еще ник в издане из-за выражения строить на потолке вот я на лучнике вроде бы все и правильно вроде бы уже и подойдет а мне дико неудобно после волшебника Хотя на заклинателе вот перед этим я сидел Супер, ну то есть привычно Хотя на нем никогда не играл А Залука, кстати, ранее уже бегал пару раз И вот, 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 просто бывает рукой не ложится Когда играл сеном Чар ни разу меня не убил И хил остальные убивали, понял Так, так что там Стартом, где про ров Не слышно, про ров Вот, телеграм, он есть в названии стрима Он есть в описании стрима, заходим Выбираем ров, а он классик Вот, и читаем все новости Это все, что есть по ров Пока, можно сказать, ничего нету, да, по дате и так далее Интересует евро-ов Заходим в раздел евро-ов, а там дохрена информации, кстати Вот, переводы даже Часто задаваемых вопросов Очень много интересного, очень много Все уже переведено, все для вас разложено по полочкам То же самое анонс сегодняшней трансляции От Gameforge и мой, как бы Мой стрим-стрима, скажем так То есть все здесь Ссылочка, напомню, на телеграм, как в описании Второй ссылкой, так и в названии Пару пока неизвестно Только будет, сразу там отпишем Где Айон? Привет, привет У вас на экране Это избушка, это новая локация Айона Шучу Ждем, ждем начала стрима Вот, готовится Gameforge Сейчас будет рассказывать интересные вещи Пенальти Моза, сейчас начнется, он готов Да, я думаю, в принципе, тот же Юки Он побыстрее разговаривает, чем Моза И тот же Юки, я думаю, он получше даже знает английский Так что, я думаю, у нас проблем не будет У Юки главное, чтобы он сильно, ну, не разбегался Как вот сейчас рассказывать, потому что Те люди не будут ждать И надо будет, как бы, слышать их То есть он, чтобы вот кратко выбирал тегово И тегово говорил Вот, а так, в целом, я думаю, Юки хватит А мы с Машей будем, ну, тоже слушать Тоже, как бы, там, грубо говоря, сопортить О, Моз очнулся Да, English, да, заходи, Моз Прыгай в комнату И еще раз, давайте так Юки у нас будет основной, чтобы мы не путались Переводчик Вот, остальные слушают И если что-то услышали того, что они скажут Юки Мы дополняем А Юки, еще раз повторюсь, старается кратко донести мысль То есть все пересказывать не надо, что он там говорит Я попил чая, почистил ухо Там оказалось много серы А влевом не так много Юки танкует, мы ему хи Да, да, а ты Юка, коротко Ассист взял, нахер убил, понял? Это я умею Хорошо, так Жди 3-0, там чант намного лучше, чем сейчас Очень толстый, много контролей, хороший Ну, кстати, да, через месяц же будет на Эмпайре На Юне будет 3-0, это раз Ну, примерно через месяц плюс-минус Это администрация говорила о тот же Татане И второй момент И второй момент, что кроме этого Кроме этого, я говорю, те же чанты Ну, я сейчас вижу очень хороших чародеев Которые мне нравятся играть И которые нагибают И в ПВП и ПВЕ И сейчас на 2,7 на том же Эмпайре Я в кого не плюну, попаду в чан Юки, все, переводи, может так Кстати, 800 рублей уже 800 рублей, 800 людей 900 почти Накрутка, надо человека порублю, да? Да, да, да Наверное, красиво Да, не, ну скручу, она вниз скручивается Так же не могут люди выходить Если мне это Это стопудово накрутка, прикинь Но только что она скрутилась с 800 на 600 Ну, так же, так Люди резко вышли все Ну, то есть, как бы организованной толпой, что ли? Да Я понимаю, зашли, да, а что они вышли И вот накрутка же работает Наш прыг вверх и вниз прыгает Причем дешево, нагрузка именно так и работает Что, а? Бежали Да, привет, все так Стараемся сильно не флудить Да, потому что с минуты на минуту Должно начаться Уже 4 минуты, кстати, я должен начаться Ну, просто раз они опоздали Юки, говорит, минут на 8 Ну, уже 12 минут идет трансляция Да, да Не, ну, официально только 5 Ладно Так Какая-то, выключи накрутку, выспасилась Нет, да, ну, реально забавно Реально забавно То есть у них и так видно Живой чат отличный Вот, то есть, просто интересно На хрена она нужна, чтобы показать масштаб Не проплатили остальной У них уничтожат 600 человек И надпись снизу, Машкини, мы ссылочку Что, человек, и надпись снизу Продлевать будете Во, начинает Начинается Так, я сделаю потише, скажете Ну, сильно огромное должно быть Но я впереди, они на заднем фоне Машкин, она ссылочка, это уже начало идет Да, да Хорошо Еще раз, Мост, ты только подошел Коротко, то есть тегово Не надо 3 часа раз усоли Что-то коротко тегово По переводу, окей А основной у нас Юки То есть он переводит, мы дополняем Ну, у кого есть, что если дополнить Нет, конечно, зрители не скажут, что дамы онлайн Но, тем не менее, скажет заинтересованность евро публики в целом игрой Да, да Даже хоть и пишется всякое говно, типа 4-5 и так далее, но мурашочно С козырей пошли Ясно? Не-не-не, вот козыри, вот козыри подъехали Вот, типа, классика И 2023 И здесь написано А в России Ахахахаха Так, ну то, что они там поздоровались И будут рассказывать, как у них дела И то, что они не побрились оба Мы вам переводить, естественно, не будем Мы будем переводить тегово То есть интересные моменты Аж мурашки, пока уже есть такое дело, да? Когда ожидания Когда много онлайна И у них и у нас вот на стримах тоже сидит много онлайна Приятненько Вам слышно их, да? В принципе, но на заднем плане Чатик 900 плюс человек, отлично бежит То есть, ну, супер, видно Видно интересно, видно Айон, как бы Как бы будет хайпить в любом случае Что мы поговорим о, объясняем сегодня Ну, да, конечно Ну, как вы знаете, на сегодняшний день Мы выпустили ФАК для Иоанн Классик На первой, на самом деле Ваше время, на самом деле И сегодня мы поговорим о том Может быть, какие-то детали Если у нас есть еще больше информации И да, да Да, да, да Моислик Как вы просто сказали Да, да, мы проверим ФАК для тех, кто не видел Говорят коротко о том, что Ну, сейчас задамые вопросы ФАК, вот это, да, типа Что мы переводили Есть у нас в Телеграме Сейчас они будут более детально Его обсуждать И вы можете по нем задавать вопросы Будут возникать какие-то вопросы Задавайте Вот, я вам кидаю ссылочку На Телеграм Кидаю на Телеграм ссылочку Вот и вы можете у нас найти В Телеграме Ссылку кинул То есть вы можете их смотреть Читать и понимать В марте они собирались игру выпускать Ну и собирается, как я понимаю Разговорят Да, Шадо Академия тоже нас план Для малышей На следующем стриме уже могут они играть В готовый какой-то клиент Ооо, на следующем стриме уже будут прямо показывать Да, на этом стриме только ответы на вопросы Не, на следующем играть уже показывать Это уже круто На следующем стриме мы можем увидеть от них уже игровой геймплей игры Ну, большая часть уже будет проверена Уже готова Сейчас, ребят, на стриме скажите Юки хорошо слышно, кто только что говорил Саше Или сделайте его громче Ну, по идее, должно быть хорошо, раз не жалуетесь Да, слышно, норм, отлично Отлично, да, слышно, нормально Окей, окей Мы сделали его громче Что надо загрузочный экран, что ли? Оооо, ну-у-у-у Ладно Сделай его чуть громче Да, да Сделай еще громче Кто-то просил вопрос про длительность как будет происходить оплаты и так далее вот сюда задавайте им в чатик и вопрос на английском задавайте пошеврять на нибудь русский переводит вряд ли они узнают перевод этого всего что они показывают на экране на русский язык уже есть опять-таки еще раз только подошел в телеграме полностью перевод этого всего да не он же переведен и маша уже перевела вот у нас это все переведено еще раз кидая слуху кто только что подошел заходите в телеграм и раздел евро и он евро и он классик вверх листаете все это уже переведено на русский цена для вас распространенные вопросы чтобы смотреть записи ссылка в названии ссылка в описании телеграм бы есть ответ вопрос что такое айон классик и это можете переводить а все пока сон на мой взгляд определено на но и теперь мы 리�丸 Mipeции и берутся до мп зелень и онлайн что это будет айон как баке не дейсбот айон баке и синенью мы сонпингом но сон таинь сон и был на Ну, как мы говорили, это довольно легко, возвращаясь к ИОН с старой версией. Я не скажу старой, потому что там была большая дебата о том. Но это, в основном, был такой старый ощущение играть в ИОН, как в день, но с некоторыми изменениями. Потому что, как мы все знаем, стандарты для гейминга, особенно в ММО, не так же, как они бывают. Из того, что он накидал, это, в принципе, повторить то же самое, что было в классике в прошлый раз сложно, потому что это должно все развиваться. И дальше уже начал говорить просто о том, что они хотят сделать для всех. Ну, я понял, это имеется в виду и для олдов, и для современной аудитории, они это описывали, да. Потому что некоторые отжалуются, хотят именно старый ИОН, но старый ИОН не зайдет новичкам. А тот ИОН, который захватит новичкам, не зайдет олдаму. Вот они, да, пытаются сделать середину в Корее и пытаются такую середину сделать в Европе, такая же будет в России. Что там по блоку оплате и старте. По оплате 10 евро в месяц уже известно. По блоку IP ни банов россиян, ни банов других стран не будет. В общем, будет что-то приближенное к версии 1.9, очень сбалансирование. И вот тут написано, учитывая большое количество отзывов, которые мы получили от игроков, после нашего анонса мы усердно работали вместе с нашими партнерами из NCSOC над созданием версии, чрезвычайно похожей на версию 1.9. Ведь она будет включать в себя самые последние обновления южно-корейской версии Айон Классик. Но в самом деле говоря, я вам это все скинул, это вы можете почитать, поэтому я не буду почитать. Просто из этого следует, что будет макс левел 50. Точно. На кто-то переводил, да, то есть получается 10 евро это примерно переводили вроде 400 гривен или 700 рублей, но в Москве 800 на ракурсе. Ну а сейчас один к двум примерно, соответственно, получается или 400 гривен в месяц играть, или 800 рублей, ну, смотря в какой стране. Сейчас, секундочку, я только явился, что конкретно было сказано, за рулем просто. Обсуждают вопросы, которые были сейчас задаваемы, и их ответы. Вот, собственно говоря, я кидаю ссылочку, вы себе ее где-то сохраните. Ну, она, короче, сейчас, я ее кину. Это Telegram, здесь уже все переведено, все, что они обсуждают. Мы ждем, может, зрители дополнительно что-то зададут, и они дополнительно, может, что-то ответят. Ссылку кинул, сохраните ее, там полностью перевод всего, что у них на экране, и всего, что они сейчас обсуждают. Ну, сказали, то, что какие языки будут поддерживаться, так, как и было, английский, немецкий. Французский вроде был. Турецкий, да. Вот, игра будет доступна на английском, французском и немецком языках, с оригинальной корейской озвучкой. А, в турецке это значит и в этом, в кровь, в квинт. Ага, поддержка будет предоставляться на английском, французском, немецком, итальянском, испанском, а вот, и польском есть. Ага, как и в текущей версии IOG-like. Сколько серверов планирует, сразу отвечаю, один сервер планирует, вот написано, почему один сервер планирует. Да, польский язык будет. Вот написано. Скоро, ребята, на стрим подходят, не забывайте лайк поставить для поддержки трансляции. Хотят сделать один большой сервер для всего комьюнити. Какой-то туда может войти. Ну, вот и что у нас было написано. IOG-классик Европа изначально будет работать на одном международном сервере, чтобы максимизировать партийную активность и объединить всех поклонников IOG-классик в одном месте. Как и в случае с нашими обычными серверами, ну, лайф ихними, сервера IOG-классик Европы будет размещен в Германии, так как он обеспечивает центральное расположение для большинства европейских игроков. Ну, и как мы говорили, вы можете сейчас зайти на их лайф-сервера, то есть актуалы стоят в Германии. Какой у вас примерно сейчас пинг, такой, собственно говоря, будет, скорее всего, у вас и на классике. Ну, и кроме этого, вы можете пользоваться программами, естественно, exit.lag, например, да, и другими, которые могут вам помочь с пингом. И если у меня пинг стоит, а не значит, что у вас будет сто, у вас может быть 20. Что-то говорят, что не один сервер будет, а несколько. Они подготовились к тому, что, если что, будет много людей, они к этому подготовились. Я понял. Ну, то, что я говорил заранее, уже сегодня на стримах вчера, что все, кто выпускает один сервер и заранее, ну, вы не знаете, сколько у них будет игроков, это все локализаторы, все, ну, как бы, если даже официально, всегда говорят, что вторая машина у них арендована и так и есть. Просто накрытая, мягко говоря, простынка, и они ее сбросили, и сервак запустили. То есть запасная машина на второй сервак у них будет. Так что, если у вас онлайн превысит, и вы не влезли, такого быть не может. Просто открывает второй сервак, если спрос, ну, превысит, то сколько там будет вмещаться. Так что, в принципе, это логично, они это подтвердили. Ну, до Германии примерно плюс-минус 80. Ну, вот примерно у людей есть и 20, и 30, есть и 80, да, тех, кто нас на стрим заходили, тех, кто замеряли. Нас пинг покатит, ну, я думаю, да, покатит. У меня, скорее всего, будет сотка, сто плюс. То, что расскажет, будет один большой сервак, не будет распространяться на кучу серверов. Хорошая идея в данной ситуации, ну, типа, собрать всех на одном сервере. Ну, правильно, зачем нам, не знаю, 4 сервера по 2, по 3 тысячи или по 4, правильно? Лучше один сервак, точно 8, 10, но я так считаю. Металя пишет, что у него 30 пин, луна пишет 15 пин, ну, я считаю, это отличный пин. У меня на чате 80 пин пойдет. Я из Кривого Рога, ну, как раз, из моего города, да, типа, на основном сервере играл 70 пин был. Вообще отлично. Сиськи спамят чате, это хорошо. Пиксельные грудь. Название сервера какое будет? Нет, мы не знали. Может, мы подумаем о чем-то. Гардарика. Может, мы подумаем о сервере. Нет, я шучу. Ну, ладно, есть второй вариант. Зе-йон. Нексус. Он предлагает же и Нексус Инфинити. Эмпайр 2. Может, мы будем организовать Волтера на социальные медиа. Мы можем сделать это. Это будет круто, я думаю. Да, definitivamente, что мы можем сделать. Есть еще время, поэтому мы будем организовать что-то. Ребята, Элли, мы не можем спросить у чела на стриме. Я могу вам кинуть ссылочку на их стрим, вы можете зайти на английском языке, спросить. Из потока 957 человек, если вам ответят, супер. Мы, веришь, переводим то, что они говорят. Как вы понимаете, как чатик бежит, я явно им там, ну, всем не отвечаю. Как мы говорили, конечно, основная игра в том, что они говорят. Да, по-началу, даже на первых левлах, могу не задать все возможно. Ну, там же будут каналы. Каналы нас разгрузят, как и на той же Айон Империи. Каналы разгружают, как и на той же Корее. Так что, Элли, я, к сожалению, не могу им задавать вопрос. Тут уже рассказывают, на что будет больше похожа конечная версия на корейскую версию или на корейскую версию NA, то есть... Америка. Да, Норс Америка. Которая загнула через неделю. Да, они говорят, это будет корректироваться, потому что это надо обговариваться, то есть это будет с комьюнити обсуждаться. То есть не все сразу. Потому что еще нету содержания и Battle Pass тоже, поэтому, наверное, это не сразу еще, еще не решено вообще. Ну, до конца марта еще много времени. Но, может быть, есть какие-то изменения, которые очень важны, которые сделают разницу, как Канди, это был хороший пример. Без предыдущей эксперименции, мы уже объяснили это прошлой раз. Так что, да, я думаю, и это то, что я могу сказать о контенте. А версия какая будет? 1.9 или 2? 1.9. Но с изменениями какими-то они там смотрят ограничениями. Да, допиленная 1.9. Типа, у них на Корее уже был такой запуск, и они знают, как его поправить, чтобы не было факапов, которые были на Корее. Данный Макс Вейлл 50-й, да? Да, многие люди мне также спросили в Дискорде. Вот сейчас у вас на экране как раз перевод всего, что вот здесь, ну, как раз про баланс раз, и вот про баланс раз, как они будут смотреть. Все остальное. Какие классы будут доступны на старте, но стандартные нового класса не будет. Ну, я не знаю, зачем вопрос, является ли он классик временной версией игры. Нет, не является, это постоянная версия. Будут ли отличаться контент от других регионов? Ну, только что рассказывали, ну и плюс можете прочитать. Ссылочку на данный телеграмм вам кидаю с переводом. Либо один, либо шесть месяцев апдейт потом, после 1.9. Или я не так понял. Странно. Да, ты таки правильно, он типа сказал, сначала будет 1.9, но мы не знаем, когда будет апд дальше. Типа, может месяц, футбол, шесть месяцев. Ссылка на телеграмм, где этот весь перевод я вам закинул. Я так быстро, как хотелось бы. Чтобы смотреть запись, ссылка будет в названии стрима на телеграмм и в описании. Кто подходит, не забывайте, пожалуйста, поставить лайк для продвижения трансляции. Ну, это правильно он ответил, потому что все зависит от сервера, и как быстро люди будут развиваться, кто будет развиваться. Ну, он сказал ровно как татами. По-любому это татами и окамы так выглядят. Да, да, стопроцентно так. Сейчас они открывают там геймко... Ой, не по-каку геймко, поставь евро-йод заслуг. Полили, да? Да. Даже на вопрос отвечает так же. О, да, это в основе здесь. А они сидят и тупо читают то, что выкладывали пару дней назад. Да, и когда они анонсировали этот стрим, они сказали, что будут обсуждать то, что выкладывали тупо пару дней назад. Вот. Но, во-первых, люди задают вопросы, они могут ответить что-то дополнительно, что мы пытаемся услышать. И второе, после того, как они их прочитают, люди будут задавать вопросы, а они будут отвечать. Будем надеяться, люди будут задавать умные вопросы, будем надеяться, они эти вопросы будут выборочно читать те, что нужно. То есть мы хотим подчеркнуть чуть больше информации с этого стрима. Какие классы будут? Будут те же самые, что были 20 лет назад? Типа, ничего не поменяется. Не, ну нелогично, вопрос был, добавят ли они новый класс. Понял? Сразу складывали, не добавят. Они могли как добавить, так и не добавить, они не добавят. Лично мне непонятно, почему все говорят про Yon Classic, если тут от классика будут только основные классы, а все остальное будет слеплено из разных версий. Я с вами полностью не согласен, это может быть ваша версия, а я человек, который играет в Yon 16 лет. Плюс изначально запланирована куча изменений в будущем и какой-то свой путь этой версии игры. Все правильно. И тут я полностью с этим согласен. То есть вроде все логично, вроде все понятно. Как они сказали в начале стрима, им надо удержать старую аудиторию и привлечь новую аудиторию. Это не классика. Позвольте я, как человек, который разбирается в Yon довольно хорошо, играет в него с самого начала, имеет огромную аудиторию, скажу, что это классика. Хорошо? Для людей со странными заявлениями, это лично ваше мнение, оно может остаться ваше мнение, вопросов нету, да, я его там изменить не пытаюсь. А для моей аудитории, в принципе, для общем, насчет не классики. Здесь 8 основных классических классов. Проиграете вы с ними, ну 4 класса, 4 подкласса, короче, в сумме 8, да. Вот, вы ними проиграете месяц, 2, год, вы же все захотите новый класс. Это логично. Она должна развиваться, как современная MMORPG. То есть должны быть новые классы. Вышел новый класс, вполне подходящий по лору, вполне подходящий, лучше, чем Барт, Ганнер, Пилота, считай, и так далее. Сейчас, секундочку. Далее насчет не классики. Здесь есть бездна. Здесь есть бездна. В таком же виде, как, в принципе, и была. В принципе, да, там изменения идут, но они минимальные. Те же самые осады, актуален крафт, те же самые данжи, с добавлением новых данжей. Не знаю, мне все нравится, для меня все. Это классика, все правильно, это классика, которая развивается и пытается удержаться на рынке MMORPG и привлечь новую аудиторию в 2023 году. Это полностью правильно. Так, что там говорили? Неми, который, например, как отец снобов из чата, заявляет, что это доведенный до идеала старый юн. Я полностью согласен. Я вот прицепиться не могу ни к донат-шопу, не могу. Я не могу прицепиться к тому, что мне совершенно не нравится. Если в актуальном айоне, мне не нравится, убили бездну, мне не нравится, убили крафт, мне не нравятся сраные художники, однозначно не нравятся. Мне не нравится то, что ввели вот эту воду всякую в шоп точиться и так далее. Мне не нравится анальный донат в шопе. Я себе кучу всего могу привести. А здесь я не могу привести к чему-то конкретному, что мне как человеку олду не нравится. Всем привет, привет. Дату уже сказали, нет, дату не сказали. А я смогу на евро поставить русский язык? Да, сможете. Мы на Корее ставили русификатор, он работал на Корее. Ничего не вижу, ну, каких-то, как, препятствий, чтобы поставить его на Европу. Так что все будет работать. Про старт пока ничего не говорили, пока обсуждают то, что вот у них написано на экране, тоже переведено с правой стороны в нашем Телеграме. Вот, пока обсуждают это. Сказали про ивенты, и про ивенты пока ничего говорить не будут. И даже те, что были ивенты на Корее, это... Пока никаких кейсов нет. Ну, я сразу скажу факт, что у них будут те же ивенты, что на Корее, за исключением сильно корейских. Ну, там какие-то прям вот до мозга костей корейских. Может, и не будет, а большинство из них у них будет и здесь, чтобы они не говорили. Явно, они сами писать не будут, они всего-навсего локализатора. Они могут что-то ставить, что-то не ставить. Поэтому мы будем в нашем группе Телеграма периодически закидывать какие-то корейские ивенты, потому что, скорее всего, какие-то из них будут и у нас. Например, изменения на Корее. Белый шмот, на котором вы зарабатываете, когда продаете его бокалейщику, теперь будет стоить по одной монете. Нас зарабатывали с продажей бокалейщика. Очень важное изменение, кстати. Ныть не надо, потому что будут какие-то, как мы поняли, какие-то квесты, за которые вы будете получать Адену. То же, что прикольно. Насчет ботов ответили, что будет бороться, и можно отправлять им насчет проверки и бота, ну, например, так, во время монолога имбы. Ага, я понял. Где новости от иного про классику? Темной-темной жопе. Ждем, пока нету. Согласен, Амика, да. Надо туда нанос числа, мы сразу же все скажем. Да, и, скорее всего, на экране будет прям огромный отчет, наверное, как на Корее, на Ана и так далее. Корее, новый классик класс, у нас еще нет инфы, да? Логично. Есть такое дело. Сейчас они больше обсуждают то, что, вот как раз тоже переведенное, не совсем нам нужное, это если они играют на лайв серверах, можно ли там что-то перенести, можно ли что-то соединить, то есть со своим аккаунтом, где они играют на актуале, именно европейцы, то есть у геймфорджа. Нам оно не надо, потому что у нас там или никто не играет, или единицы, которых можно почитать на пальцах одной руки. О, про блок людей говорят. Unless they're using VPNs threatening IPs, Which is still something different, but as far as we've been told, there are no such plans. Продолжение следует... 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 То есть вот кидаю вам ссылочку, следите за евро, ру, мы там еще и Корею будем постить. Вместе этот перевод в Телеграме, ссылка на Телеграм в названии и в описании. Типа, закроется ли актуальная версия Айона у них? Вот, закроется ли актуальная версия? Нет, текущая версия Live, ну то есть актуальная версия на Европе, по-прежнему будет доступна в лаунчере Gameforge и продолжат получать обновления и события из Южной Кореи. То есть игроки нужно делать что-то для приготовления? Как мы говорили ранее, у нас будет миграция к Гамфорж клиенту. Так что у нас будет клиенту, я думаю, что у нас будет миграция для того, чтобы установить игру. Если у вас будет миграция для того, чтобы оно было миграция, то есть у вас будет миграция для того, чтобы вы не могли снять игру. будет ли что будет с учетной записью steam также будут перенесены но вы по-прежнему сможете запускать игру прямо из стима важно вы должны связать свою учетную запись steam с учетной записью game for пожалуйста будьте очень осторожны опять-таки мы это все читали да я стартану на е.у. когда откроется и стартанет мое игровое сообщество shadows и я уверен нас как всегда будет больше всех чем любого сентября комьюнити вы можете смело вступать к нам в дискорд с левой стороны в описании картинка плашка дискордом также в описании под стримом есть наш дискорд наш телеграмм вступайте мы стартуем нас будет много будем всеми сидеть изучать переводить ставить русификаторы и так далее смотреть как пополнять каких стран и тому подобное так что если есть желание мы стартуем и процессы не очень трудно это не очень трудно это очень удобно мы не видим это для многих других играх мы были уже не салитрованы на мастер-классиках мэтин терра тоже была самая и последняя вопроса на фаq в том что как аион классики контент кратерии будут поддерживать Да, тут в чате пишет, что он будет пастричь, я просто слышал, чтобы он про это упоминал. Но пишет 25-30. Он вообще не упоминал про числа, сколько это будет стоить, насчет не доната, ничего вообще. Но последняя информация была 25, правильно, в переводе? Ну, это говорили, типа, как на карьере будет, а на карьере писали будет примерно 25. Просто они два месяца назад на стриме, они говорили, что они будут еще с карьерами общаться, как они будут рекомендовать им, и они будут уже отталкиваться от того числа людей, которые будут готовы в это играть. Походу, потом только цифры точные будут. Которые, ребята, на стрим подходят, не забывайте, пожалуйста, поставить лайкос. Видимо, из-за того, что ты подай в пассу для продвижения трансляции. Да, но они говорили, что это не будет неожиданно, это будет все организовано, типа, заранее все, в этом не скажут. Розыгрыши. Как обычно, розыгрыши. Которые доступны для людей, которые живут в Европе. Только так, они могут отправить подарок. Розыгрышный слово «банана». Да, ключевое слово «банана». Да, ребят, смотрите, кто на стриме. Он уже не выиграет, «банана» нас написал. Кто на стриме, ребят, 104 зрителя, лайков, 61. Не забываем, пожалуйста, тыкать лайкосик. Напоминаю, что весь перевод, то есть то, что они там бухтели, пока ничего нового не было, то, что мы тут, типа, переводили, да, то, в принципе, все это полностью уже расписано в Телеграме. Еще несколько дней назад было. Вот, полностью все по полочкам разложено. Все это вы можете почитать. Ссылку вам кидаю. Также, кто бы с нами записал Телеграм, ссылка в названии и в описании. Раздел просто выберите «Еврайон». Вот здесь написано «Еврайон классик». И вот, все полностью здесь есть. Все содержание, грубо говоря, стрима со всеми ответами и вопросами. Мы думали, что это будет новенькое, но новенькое что-то я пока не вижу. Моя новая карьера. Но это был интересный, я думаю. Из новенького, когда следующий стоит. Ну, из новенького, потому что они стали свечем в стриме, у них уже, в принципе, все почти готово. Они смогут показать, скорее всего, геймплей на свечем стриме. Это новенькое. Ну, да и подтвердили, да, что на конец марта. Вот, кстати, многие кричали «Нихера они не успеют на конец марта!» «Точно не успеют намать!» О чем речь? За БТО БТ должны быть. За БТО БТ, кстати, никогда не упоминалось. Это раз. И на конец марта, видите, они успевают. Так что, ребят, сегодня 17 число. То есть осталось, ну, грубо говоря, месяцок подождать. И уже будем играть на Европе. Для тех, кто хочет. Мы еще раз, напомню, идем на Европу. У нас дискорд с левой стороны плашка, плюс в описании дискорд наш есть. Можете уже рыгаться в дискорде и телеграмме. Мы идем в своем комьюнити, оно как сюда будет самое большое. Приходите. Будем вместе изучать, смотреть, узнавать. На самом деле, если они в конце ничего не скажут, интересно, ты на самом деле немножко по-рагольскому сделал. Я понимаю, что они для развития своего медиа на сети типа «Отвечай» и так далее, но они бы могли рассказать все то, что было, обсудить, дополнить. И в конце, допустим, почитать вопросы зрителей и поотвечать на нормальное что-то, да, типа. Или просто сказать, ну, вот мы для вас подготовили специальный контент, которого не было в том, что мы написали два дня назад. Вот эксклюзив, почему вы пришли, кто дождался до конца этого стрима. Пока непонятно, нахер вы вообще сидели часом. В Рашке будет или только на Европе? Пока речь идет только о Европе. В Рашке пока молчат. Опять-таки, в том же телеграмме, который я вам показывал, есть раздел «Рашка». Вот, «Руайон». Вот сюда заходите, и все, что там есть важное, читаете, ничего не пропустите. Только что-то появляется, там сразу же постит. Ссылку на телеграмм кидаю. Когда дата? Когда даты нету. Ну, не говорили когда-дата, сказали конец марта. Когда-то это без понятия. Не упоминалось. Может, вы можете объяснить, как они используют купон. Может, они захватят их для классика? Да, наверное. Вы можете, они не пропустят, поэтому вы можете оставить их для классика. Нет проблем на этой стороне. Я не видел четвертый. Я хитая. Нет, вы не хитая. Видите, вы победили! Это почему мы не видели тебя. Много патча информации, когда мы им 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 им. Мы не имеем в порядке для этого. В следующем году будет больше оценки на игровых контентах. И тогда, конечно, в первую очередь, мы можем идти к серверу и показать вам что-то. Мы хотим это сделать, но мы не можем это сделать сейчас. Это не возможно. Мы будем показывать геймплей как быстро, с более точными патча notes. Как быстро мы можем, мы можем. И последний, пожалуйста. Томпаз. В любом случае классно то, что и тардис провела уже там, я не помню, один или два стрима у них было? Один. Один стрим тардис провела вот и новую, то есть по Айону, по классике. Ну, типа не по классике, по актуалу, но в конце упоминалась классика. И то же самое. Вот эти ребята провели уже два стрима именно по классике. То есть в любом случае это весь хайп, ну весь хайп в Айоне. Это все комьюнити Айон. То есть в любом случае это хорошо. Это опять-таки все к развитию Айона. То есть наоборот все круто. Вы можете уже подготовиться mentally. Но, да, какой тип контест? Для следующего Айон-классика. Следующий Айон-классик контест, который будет происходить, что будет происходить в предыдущем, это следующий. Вы можете уже подготовить свои вещи. Есть официальные новости, чтобы выяснить, когда это начнет и о том, что вы можете сделать. У вас есть заход на Айон-классик? Нет, у нас есть логин-скрин на Айон-классик. Тарлет была права. Сейчас покажет. Ура, у нас будет логин-скрин! И Тардис такая, мы тоже так можем. Да-да-да. Инсайд, инсайд. Конечно, это может даже быть смешно, если он респектно, это нормально. Но это что-то, которое будет представлено на логин-скрине людей. Логин-скрин, не логин-скрин. Логин-скрин, блин. Загрузочный, да? Загрузочный. Видел мой инглиш на скоковере? Вообще неплохо! Я тут уже ходил. Вы меня страхуете, да. Я пытаюсь на протяжении 50 минут услышать что-нибудь интересное. Пытаюсь. Моменты были, почему? Если бы они 99% информации не описали раньше в своих вот этих ответах на часто задаваемые вопросы. В общем, еще какие-то новости будут на протяжении, через 2-3 недели надо следить за источником. Ну, естественно, через 2-3 недели, потому что через месяц у них старт сервера по их, ну, в конце марта. Правильно? Правильно. И до него, конечно же, они должны будут сообщить дату, и по поводу этого сделать стрим, торжественно это все сделать. Ну, да, примерно через 2-3 недели, тогда, скорее всего, мы где-то и узнаем, получается, дату точную. Недели через 2 плюс-минус. Ну, уже, по-моему, круто. Через месяц играем, через неделю 2-2 узнаем дату. Не-не-не, Европа не ведет, не трясется воздух, не вода, нет. Они развивают свой канал Твича. Они же недавно только начали, вон, 6-3 тысячи. Вот, они развивают канал Твича, они подогревают интересы аудитории, как и должны делать, все правильно делают. Вот, они ответили на немало вопросов, просто заранее, видите. Ну, опять-таки, кто-то не сидит на форуме, условно, да, допустим, я. То есть, я лучше посмотрел бы стрим, что, по сути, сделал. Ну, типа, он даже так, как Каля сказал в начале стрима, что, мол, я вижу, что многие из вас не читали. Да, да. Да, я уверен, что и у нас, ну, многие не читали и Телеграм, и тем более не читали и Европейский форум, правильно? Так что многие будут заходить на эту трансля, ну, на этот стрим уже в записи, и как раз-таки или слушать, или переходить в Телеграм и читать. Кому как удобно. Поэтому не забываем лепить лайкосики для продвижения трансляции. А то 76 лайков, людей 100, а лайков 77. Привет, Диперт. Мы еще раз подтвердили то, что вот как только мы будем больше, чем на 100% уверены, когда будет дата Алиса, мы сразу ее сообщим. Но в этом все европейцы. Да. Не уверены, да, получается? Вообще не уверены. Не, это к тому, что те же какие-то там русские или типа могли бы там какой-то инсайт сделать или подогреть, то у этих такого нет. У этих все четенько там понял. Ну да ты нету, значит да ты нету. Когда мы сможем. Да. Да. Дэйв, 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 дэйв. У меня один вопрос, вот правому чуваку Галеосу по-моему ну там ну допустим лет 35-40, левому чуваку я почти уверен, что там лет 25 плюс-минус. Почему правый выглядит лучше, чем левый? Спорт, занятие спортом, просто свет солнца. Один задрот, другой не задрот. Мне кажется, правый думает, что он банил каналы тысяч по сто людям в Айоне. Если они его найдут, он просто сильно переживает. А левый живет беззаботной жизнью, потому что никому ничего не банил. Да нет, который банил как раз таки он подпитывается энергией негатива. Так банил правый. Да. Тебя просто банил. Правый, конечно. Есть подозрение, что от релиза не звучит. Не подозрение, сто процентов от релиза не звучит, но еще раз подтвердили, что наконец марта они успевают. Я считаю, это самое главное, что стоило подчеркнуть в этом стриме, что на конец марта они успевают. Это самое главное. Потому что многие кричали, не успеют. Многие кричали, сказали, на март перенесут на три месяца. Вот тем же, кто это кричали в лицо, что в конце марта они успевают. Все хорошо. Ты это иное, да, говоришь? Да. Просто у нас были люди, еще не было ЗБТ ОБТ. Я говорю, а при чем здесь? Даже мне в комментариях писали. При чем здесь ЗБТ ОБТ? Кто-то упоминал ЗБТ ОБТ? Другие говорили, вот они анонсировали, и видишь, ни хрена не успеют. Я говорю, почему они не успеют? Это же все уже оттэщено, уже все отработано. Ну и в принципе они, ну, как, до марта вполне нормальный срок. Корея вообще выкатила часики, сказала, что это классика через три дня или через неделю. И через неделю сказала, заходим в игру. Ибо ты его найдешь, ну, так себе. Мне в лом бы выскать. Легче новый канал на сутку сделать, чем на сутки. Мы уже говорили. Да, конечно. Цель Энергия не имеет часа играть. Это часа. Это, например, 30 дней. Если вы покупаете 30 дней. И это в реальном времени, это не в-гаме. Как в большинстве субов в игру. Если вы возьмете месяц, это месяц. Если вы играете или нет. Это не в-гаме. Какие игроки будут позволены им иметь персонажей двух факторов на одинаковом аккаунте? Я думаю, что это возможно, да. Хорошо. Также мы можем подтвердить это позже. Но я думаю, что я это говорил с командой. И мы говорили, да. Скол, ты должен читать. Мой человек. Он будет, похоже, делать на одном аккаунте. И я сказал это пять минут назад. Если я его правильно понял. Типа, технически возможно. Зачем? По-моему, где-то такое уже есть. Я не помню где, но по-моему где-то. То ли на фришке, то ли на карету, где-то есть. Я не уверен. В самом деле, если пресса не будет в эффект, то это не будет. Я не знаю. В самом деле, если пресса не будет в эффект, то это не будет. 10 евро, а батл пасс будет стоить 25-30. Не, играть ты можешь бесплатно. Не, ну не, по-хорошему, что нельзя играть бесплатно. Просто довольно смешно. Возможность играть 10 баксов. На самом деле, хорошо. Ну, 10 это было бы, допустим, 10 то. Вот это было бы, кстати, наверное, нормально. На самом деле, это все великолепно и хорошо. Потому что это позволит мне вкидывать в донат-магазин, в пей-то-вин вещи. Я понял. А в том же деф-пассе, да, нету пей-то-вин вещей. Все правильно. У меня вопрос. А какой интерес играть на Евроклассике, не на русском языке? Интерес такого, Елена, что о русском выпуске игры, да, локализации выпуски, не знаю, как хотите называть, нету ни хрена. То есть оно будет сто процентов, но ничего нету. То есть это первая причина игры... Подожди. Алена. Алена, извиняюсь. Я не сказал Елена. Ага, я понял. Это первая причина там играть, да, извиняюсь. Вторая причина там играть, это то, что мы играли на Корее с русским языком. То есть просто кидается файлик, он переводит тебе всю игру полностью в игре, да. То есть все отлично, ну играешь как на России. Вот здесь будет тот же самый патчик. Ну то есть нелегальный, но его никто и не палит, за него никто не банит. То есть в принципе ты играешь с русским переводом на русском языке, с нормальным пингом в большинстве, благодаря к Ситлагу и уже играешь вот в конце марта. А в России, я вот например, да, я лучше буду играть в новую новую, в ру. Но когда это? Через неделю, через две, через месяц, через год. Хигово знаю. Многие потеряли уверенность в нове, потому что да, это реально, вот у нас две в СНГ жадные компании, которые локализируют ММРПГшки, это Мелру и это Инова. Вот некоторые не хотят просто играть у Иновы. Есть таких ряд людей, даже на стриме находятся, они будут играть вот на Европе. В смысле играть бесплатно? В смысле вообще в игру час-два можно играть в день бесплатно. Ну, нормально играть час-два. Потом тебе включается ряд ограничений, а-ля ты не можешь поднять голдовый шмот синий и так далее. И ты можешь играть с ограничением, но с ними ты не поиграешь. Поэтому платишь 10 баксов за энергию сели, а-ля подписку, и играешь без ограничений. 10 баксов, 10 евро в месяц. Там не будет внабления орут, так как они уже много раз такое говорят, потому что наличие ру языка будет только из-за вас. Ничего не понял. Там не будет внабления ру, ну, как администрация не будет. В остальном, ну, в остальном я даже чата особо не читаю. Так как они уже много раз такое говорили. Но не будет, да. Потому наличие ру языка будет только из-за вас. Я что-то не въехала сейчас. Были я, то ли так написали. Пожалуйста. Интересно. Таковое, что дэв пассе может быть не на месяц. Да. На сезон. Больше. Да. То есть это 2-3 месяца. То есть не всегда. Или 40 дней. Опять-таки в том дэв пассе ничего не было такого, что сверхъестественно. То есть можно без него вполне играть. А если вы в игре краптите или фармите или вас просто есть время играть, ходить по данжам, вы будете больше иметь, чем человек с дэв пассом. Говорю как человек на Корее с дэв пассом. Ха-ха. Я реально помню, ты, Маша помнит, с первого дэв пасса мы купили вообще чисто монетки золотые и серебряные, чтобы взять себе временный шмот на левел 40+, когда люди уже себе скрафтили крафт шмот и когда люди уже выкачали каплевел и туда уже скрафтили шмот. И ты такой сидишь с этими монетками за дэв пасс думаешь, эээ, ну ладно. А это единственное, что в нём было, ну, более-менее хорошее в первом дэв пассе. Для бота пришёл. Фух, фух. Усуждаем. Вначале не было. Вопрос с конфетами в работе, типа. Работают. Работая над конфетами. Как мы сказали, это зависит. Мы рассмотрим как это��obil и кем-дроне в том, как это происходит. Мы не уверены, сколько у нас еще будет может, что это будет сниматься несколько месяцев, кое-диндий или шесть месяцев. Это зависит. Это зависит от того, чтобы сказать, если они не ставят себе разоградку, как этоattend, а просто это будет кем-добру. Мы не знаем, это зависит от того, как игроки тоже увидят, чувствуют себя и чувствуются, как это выглядит, как и как население подбоет, как это в игре. мы точно не знаем что это будет для того, чтобы завтра несколько месяцев, или два или шiter, но оно зависит от.. а я бы сказала, это будет немного коровно сказать, сейчас это будет для того, чтобы по-другому это будет достаточно период мы не знаем, но это зависит от того как игроки тоже увидят дела, у которых они видят дела, чувствуютчиво, и это почему мы не оставляем к вам Это он сейчас... Так, кто со мной тут сидел, переводил, кто-то понял что-то? Потому что он говорил, если я правильно понял о том, что если что, там может затянуться, если, типа, найдется, сколько баки надо будет его пофиксить, это будет не сразу. Как это обычно бывает с корейцами, им закидал репорт, а они, типа, разбирают его пару-трех месяцев. Я как понял, это он об этом говорил, что может это затянуться. Вова написал, подтвердили еще раз за конец марта, но больше сказать не могут, так как не уверены в том, ну, точно. Да, это я так и говорил. Ну, а затянуться, получится, пока речи особо нет? Нет, ну, такое может быть. Ну, естественно, может быть. Всегда было такое, что считают. Ну, опять-таки, это европейцы, да, они 10 раз перестраховываются. Мы, если что, говорили, что затянется? Осталось 5 минут. 7 минут, ладно. Зачем он губки трубочкой сделал? Читаю, ты считаешь вопрос. Это обязательно делать губки трубочкой? Hopefully, in the best possible way. But, yeah, we are aware that our games, Ion Classic, and also many of our games, they attract bots. Because MMORPGs are attractive for bots. Especially for them. But, yeah, there will be different measures in place. What classes will you be playing? Ha! 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 So, usually, I always played Ranger. And I play Kleros. Залучник-вучник, понятно. И Клерика. Все, что вы будут. Согаля сказал, что вы будут Клорщиков и Клериков. Ага, let's go. Понятно. Мы магии просто вышли со стрима. Because I never really played it, like, for real. I leveled up a character, but, yeah, that's it. So, I think I will give it a try. And actually, we already talked about it. We'll probably make a Legion. Well, you won't know that it's us, because that wouldn't be funny. But, yeah, we all intend to play Ion Classic, for sure. And on my side, I will probably, I think I will have two characters, like, one Templar and one... Will content creators, that participate in the Forge Master program, be whitelisted, to avoid cues? I don't think so, but I wouldn't be sure, because I'm not in charge of Forge Masters, but I don't think that they will grant you passage, because you are content creator. Будут ли для content creators вайт-листы? Он не уверен. Бан-листы, это уверен. А что такое вайт-листы? Вайт-лист, это, типа, без очереди заходить на сервер. Вид место. Он не уверен, что такое можно сделать. So, will they be different between live and classic? Yes. It won't be the same account. It won't be shared. You cannot move currency from one, and as far as I remember, it also has a different name. It's not called Ion Coins. It will be called something. It will be different currencies, so the coins that you have on live won't be transferred on the classic. Yes. When the next live stream... When the next live stream... When the next live stream... When we have a date... Will CL energy give you priority regarding Q? No, it won't. Ну, ничего не знаем, мы никто не знаем, мы тут просто сидим. Да-да. Ну, его тоже можно понять, потому что готовые модели, по которым можно уже даже показать тимплей, нету, поэтому точно сказать, не по ценам, не по срокам точно. UKM, работники нужны, тебя не возьмут, это на нашей стороне. Я знаю. Я на стороне добра. Надо кинь в них какашкой. Да блин, это не добро. Это господианское добро какое-то у вас. How much, типа, да и впас, сколько будет стоить опять за этот вопрос? Они опять скажут, мы не знаем. No, someone understood wrongly. Someone is telling me, like, if I was banned on IonLive, I won't be able to create a classic account. Doesn't matter. You can create with a new email address, a semi-mail address. It doesn't really matter. You don't have to migrate your IonLive account to play on classic. You have to migrate your IonLive account if you want to keep on playing IonLive. And then you create another account for classic. But that, it's not mandatory for playing classic. Ты спросил, если тебя забанили на live, типа, сможешь открытые классики, или что? I think we're getting closer to the end. What time is it? Oh, yeah, we're already late on the schedule. Let's check for final interesting questions. Да, Dristam, конечно, такое себе имя, или я не так читаю? Это для СНГ она такое, у них это ничего не надо. Dristam нормально, понял. Что, на ютубе могут выпустили, если что-то сказали? Могут, но, блин, если они бы закинут еще записи этого стрима, я его еще раз пересмотрю, чтобы точно ничего не пропустить. Потому что сейчас я понял, что тут вообще ничего нет. Вообще ничего. Это нормально. Да? Да. Это больше, чем сделала Инова, которая обещала выпустить, как правильно сказали у нас в чате, раньше, чем Европа. И новостей у них больше, чем у Европы. И картинки, они тоже в фотошопе умеют лепить, не хуже Европы. Ты же знаешь, что все зависит от корейцев. Ну, нет. Ну, я понял. Просто европейского гонца не убили, ну, по дороге, там, стрелой в задницу, в левую пятку, да? А типа иного гонца, которого выслали еще два года назад, да, типа такого? Он тупо остался там... Он тупо остался там какими-то, в Корее, этими блудницами. Я не думаю, что это будет происходить. Не только на Ион Классик. Будет ли ли вы любить силы энергии с помощью в игре? Нет. Нет, вы не можете получить силы энергии. О, ждите, я 3GD-20? Нет, я бы сказал нет. Может, я бы это вернусь потом. Энергию силы через игровыми методами зарядить нельзя. Типа, зашел пас. Умем не помню, если Ион Классик-классик-классик-классик-классик-классик у них в Европе все еще не научились снимать лог-фпс в Ионе. Понятно. Не знаю, как у них научились, а у того же Эмпайра прямо можно его снять в этом. А? Сначала на Эмпире качаться, потом на Рофе, потом на Девер, выберите что-то одно. Может, руб быстрее, но у них март, конец. Не может быть руб, ну, как это, я не знаю, им надо завтра анонсировать и уже выпускать. Они как корейцы хотят сделать. Вот это вот он должен был сказать в начале стрима. Если вы не следите за Дискордом и вообще, в принципе, за форумами и вот этими всем, вы могли не смотреть этот стрим. Вот что он должен был сказать в начале этого стрима. Он только в конце это сказал. Тогда бы было как скрутка, там 800 человек. Один. Ё-мо-моё. Имеется в виду, что, скорее всего, в клиенте нету разлока FPS, ну, нормальные люди могут скачать программы и куча всякой херни, которая без проблем давно, ну, игроки СНГ разлочивают себе FPS. В самом клиенте, скорее всего, у них просто не вшит разлочить, понял? Как только показывал на Империи. В чем конформе они будут дополнять, следим за ним. Короче, херню он сказал, вот, Телеграмм, Телеграмм будет дополняться, следим за ним. Нихер ходить на всякую непонятную парашу. Вот, ходим в наш Телеграмм. Правильно? Так он и сказал, да? Там будет все актуачено. Вот, им бы в Телеграмме будет все актуачено всегда, вот. Ссылка в названии, ссылка в описании. Они сказали, не будут в больнице. Кто? Контент-мейкеры. А что бы контент-мейкеры банились? Мосс, что там переводило, не пойму. Не, ну они же это на Корее, Корее, на Корее. Ты когда играл, в общем, в строке кином. Но они кинули, думая, что я играю на фришке. Из-за того, что оленя. Я не буду думать, что ты играешь на фришке. Было бы замечательно, если бы они еще кидали страйки, когда играешь у них. Это было бы просто замечательно. Все, он заканчивает уже. Блин, это уже на иммемаз какой-то сходит. Он говорит, ну что ж, мы продуктивно поработали на сегодня. Да ладно. Скажите ему, что у Эмбы продуктивные стримы, даже когда он уходит кофе делать, и когда никого нет в одно кресло в стриме. А мне у них фон нравится. Ваш у нас как будто нет такого фона. Он говорит, что ему нужно было реально сказать, что он был в стриме за Дискордом, потому что он был в стриме не смотрит. Но тогда бы людей не было. Ну да. Я бы сказал, что он был в стриме. Он был в стриме. Он был в стриме. Он был в стриме. И увидел вас очень скоро. Пока-пока. Пока-пока. Ну все, собственно. Пока-пока. Мост такой, короче, что я приходил? Сейчас я сидел, да? Я мог сколько кота в доту сыграть за это время? Конечно, 30. Ну, вот так. Есть как есть. Приветствую. А подскажите, у кого 2К, 4К мониторы, Айон это разрешение вообще поддерживает? Я не знаю, у меня не 4К. Кто знает, напишите на стриме, может. Опять-таки. Опять-таки, ребят, смотрите. Охренительная вещь. Заходите в Телеграм. Ссылка в названии в описании. Есть раздел сейчас. Те вопросы, те ответы, которые я не знаю или нет у меня в онлайне. Вот. Айон вопросы. Айон вопросы по игре. И вот тут все шухутите. Где качаться, во что одеваться, во что точиться, там, поддерживает ли фпс, где взять программу и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Там кто-то просит подвести, подведите итоги. Подвожу итоги. Подвожу итоги. Со всего стрима, что мы узнали интересного, это то, что сказали, что возможно в следующем стриме, который будет в ближайшие 2-3 недели, мы увидим геймплей. Потому что у них почти все готово. Возможно увидим. Далее, далее. То, что еще не готова цена на DF Pass, но пока мы приблизительно в голове ее держим 25 евро. Также сказали о том, что на конец марта, пока месть они успевают. Да, могут быть задержки, но пока они как планировали на конец марта, так на конец марта и успевают. Далее, далее. Весь стрим они трепались про то, что ранее уже было в разделе Евроклассик. То есть на часто задаваемые вопросы, ответы, уже давно все переведено. Коротко здесь о том, что игра будет стоить 10 евро. Коротко о том, что клиент будет 1,9. Максимально приближенный о том, что будет 8 классов, нового класса не будет. Пока месть, то есть с обновлениями, соответственно, будет. Сколько серверов планируется? Один большой сервак. Там будут все подряд. Немцы, французы там и так далее. Вот. То, что не будет банов никаких стран и блока для никаких стран. То есть ни России, ни остальных. Какие-то либо минировые отношения баланса. Раз. Ну, про баланс раз такое. Ну, короче, события запланированы, наверное, класть не то. Вересия не он советует. Дальше было обсуждать обсуждалось про то, что их актуальная версия будет ли закрываться. Нет, конечно, не будет. Дальше будет работать логично. Ну и как будет играть человек, который играл там. Может он свой баланс перенести и так далее по их платформе. Это больше касается их, чем нас. Так, смотри, перенеси твой учет. Так, сколько персонажей я могу создать на одну учетную записи? В каждых регионах 8 мест будет под персонажи. Вот, могли зарегистрироваться игроки за пределы Европы. Да, это возможно. В настоящее время нет планов по глобальной блокировке IP-адресов. Это то, что я говорил. Могут ли поиграть в N-Classic бесплатно? Типа игра бесплатная. Ну, куча ограничений. Короче, играть бесплатно нельзя. Час-два в день. Так, надо будет 10 евро. Я вам кидаю, опять-таки, ссылочку, чтобы, опять-таки, не умолозить одно и то же для людей, которые сидели весь стрим. Ну, вот вы можете это прочитать, итоги. То есть, это вся информация у нас была известна еще дня 2-3. Все. Итоги. Реально, особо ничего интересного. Но, тем не менее, какие-то крупицы информации подчеркнули. По крайней мере, ничего не пропустили. С русской озвучкой интерфейсом можно будет играть имба-заметь. Озвучка у них будет корейская. Вот. Переводы будут там англоязычные, немецкие, по-моему, там французские еще что-то. Но я вам скажу так, что будут все закидывать у нас как бы патч. Будет игра с русским языком. Квесты на русском. Интерфейс на русском. Статы. Все будет на русском. А озвучка будет, естественно, корейская. Корейскую озвучку я не видел, чтобы закидывали. Если умельцы найдутся, ну, я вам покажу или расскажу. Пока я видел, что озвучка корейская будет, а язык мы сможем русский закинуть. Так. Вопрос по Роффе. Есть ли там возможность найти людей, вступить в гильдии, играть, общаться? Есть ли там за крепы битвы? Не играем, да, в основном на Роффе. Но, опять-таки, вы можете задать у нас в разделе общие вопросы по Йону. Возможно, кто-то играет. Иногда встречается. Кто-то, кто там, типа, я на Роффе играл или я на Роффе пробегал. Пожалуйста. Ну, правда, тоже было сказано, что примерно вот даже на Эмпари играли. Тоже сказал. Либо три месяца, либо полгода. Ну, это тоже логично. Это как бы вот он просто воды налил. То есть, понятное дело, они будут оттолкывать от игроков. То же самое, что говорили на Эмпари. То же самое, что говорилось и года. А то же самое, как здесь был вопрос про баланс раз. Если одна раз она будет перевешивать, что будет делать? Что будет делать? Временно на час-полтора за какую-то регистрацию за ту раз, в которой перевешен. Ее оперные болезни. Так, спасибо за русский. Сделаешь гайд? Да, да, да. Ближе к делу сделаем, потому что как раз-таки это будет не проблема. Русская озвучка от 5.8 клиента подойдет 100%. Она работает в версии 24. Как увижу, не услышу где-то. Я помню, ты муза говорил и работая там группу перевести в Телеграм и Телеграм-группа. Оказалось, не работает. Там об этом полстрима говорили. Как увижу на практике и как увижу, что не вылетает клиент. Например, тот русский перевод, который был. Вот я вспомнил на Корее, да, с русским языком. Надо было ролики скипать, потому что на роликах вылетала игра. Вот, это просто к примеру. То есть посмотрим, когда увижу в действии, что оно нормально работает, тогда поговорим. Ждем выхода имба. Спасибо, всегда, пожалуйста. Так, отлично, пожалуйста. Привет, я говорил, когда выйдет. Только что успевают на конец марта, как и планировали. То есть совсем скоро. Недели через 2-3 будет стрим, где они, возможно, покажут геймплей. И уже, естественно, они уже тогда без вариантов. Я думаю, или уточнят дату, что скорее всего. Ну, или скажут, что они там облажались и сели в лужу. Что, скорее всего, нет, но тоже возможно. Так, ребят, у нас 3 подходит. Не забываем поставить лайкосик для продвижения трансляции. Так, в принципе, смотрите у нас, ребята, кто в голосе. Если куда-то надо бежать, то бежите. Если некуда бежать, то можете сидеть, смотрите. Так, пойду поиграю обязательно. Так, а чего бы нет, еще диск Айона 2009 года. Есть с подпиской на 30 дней. Айон, вот сейчас заходили в начале стрима, спрашивали, во что бы я посоветовал самому RPG поиграть. Однозначно, в Айон одна будет из них. Почему? Потому что, ну, Айон тогда был достойной игрой. Сейчас, когда сделали классику, сделали ее реально достойной. Реально будет большой хайп. И это уже на носу, это не когда-то, это вот на носу. То есть даже не в 2023, а это в марте. Но если бы даже затянули, то опять-таки недолго. Так что однозначно, Айон, да, если вы играли, я советую поиграть. Вот, а так, опять-таки, у нас есть телеграм. Давайте еще один вам закину, если интересно. Вот, называется Shadows и EmboShadow игровое сообщество. Вот, я вам кидаю ссылочку. Сейчас расскажу, зачем. Для тех, кто спрашивал, во что поиграть и так далее. Сейчас. Так, рассказываю. Из нового. Мы тут ждем два проекта. Можете тоже вместе с нами ждать и следить. Это Queenfall. Вот, тут можно подать заявочку на ZBT. Мы уже подали с сообществом, идем туда. Если хотите узнать, что это за игра. Вот, обзор один. Подробности там. Это MMORPG-шка крутая, реально. Похоже на Black Desert и Arcade вместе. И вот второй обзорчик с геймплеем и так далее. Где-то выше был. Короче, в начале. Вот он. Вот, то же самое. Это в 2023 выйдет игра и уже можно подать на ZBT. Soul Frame, но это долго от создателей Warframe. Это как бы долго будет, но тем не менее тоже можно подождать. Когда это будет, посмотрим. Ну и то же самое. Прямо сейчас мы играем в Lineage 2. Ждем сервак. Буквально в середине 2 стартует. Наше игровое сообщество будет стартовать в Lineage 2 на сервере. Играть будем где-то не меньше года. Потому что сервер там довольно качественный. И нас идет человек 50-70. То есть компания хорошая. Возьмем как новичку, так и профи. Прямо сейчас наши ребята играют в Raz. Вдруг кому интересно поиграть. Прямо сейчас наши ребята играют в RF Online. Довольно классную старенькую MMORPG, если не ошибаюсь, 2004 года. Ну и то же самое. Здесь флут по играм. То есть разные игрушки. Смотрим, предлагаем, обсуждаем и так далее. То же самое анонсы стримчиков и тому подобное. То есть если у кого желание, ссылка и вам закинула наш телеграмчик. Это именно по разным играм от сообщества. Ой, запускатор от РФ. Мне кажется, серваки лопнут. Сервак будет один у них. Сервак будет один у них пока я. Думаю, он будет 1000 на 8 на 10. Минимум на 6. Хотя через погоду только будет экстрим. Новый скажет, ой, 3 недели пришли как полгода. Да нет, навряд ли. Скорее бы норм сервера ПВ открылся. Хорошо бы, но желательно, чтобы не все одновременно. А так да. Имба, а что это новый канал в ТГ? Почему 157 подписчиков? Потому что я понял, что у меня нет канала, посвященного мне и моему игровому сообществу. То, чем мы занимаемся, во что мы играем, то, что мы планируем, ждем и так далее. Вот только спустя время я раздуплился. Ну и плюс, раньше я делал отдельные телеграммы по каждой игре. Потому что у телеграммы не было возможности создать, вот как сейчас, да. Типа, можно сделать, что у тебя один телеграмм и куча в нем разных разделов. Вот, видите, то есть раньше такого не было. Поэтому вот создал новый. Еще раз вам его кидаю. Вот. Если вы состоите в нашем сообществе, в любом проекте собирайте, состоите или просто за нами следите, вот подписывайтесь. Так что да, это новый, почему я рассказал. Так, 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 привет, привет. Айон в марте на России выходит или в Европе? В Европе, по России пока нет никакой информации. Это Ру Классик планируется в марте, Европа. У тебя же был самый большой канал по Айонам. Он у меня и сейчас есть, но тогда был на 110 тысяч подписчиков, да. А потом был 21 страйк. А потом с Евро все на Ру пойдут. Не все, часть людей типа меня да пойдет, а часть людей типа того же Романа, который сидел на стриме с ведерок, они останутся. Но кто-то не любит ИНОВА, кто-то уже не верит в ИНОВА. Так что часть да пойдет на Россию, часть останется играть дальше в Европе. Вот, насчет кто там спрашивал по разным новостям. Там Евро, Айон и так далее. Ру Айон. Еще раз кидаю ссылочку на Телеграм. Вот один раз спамлю. Два. Вот сюда заходите, выбираете Ру. Если интересуют новости по Ру, которых пока практически нету, но то, что есть крупицы, мы собираем. А вот Евро. Новостей много. Все, что есть, мы сюда собираемся. Все, что будет обновляться, мы сюда будем закидывать. Платная подписка будет? Да, 10 евро будет стоить. Как поиграть на Евро из России? Да, в принципе, все просто. Блока по IP не планируется. Русский язык патчик будет, неофициальный, но будет. Как оплатить? Да, там куча вариантов. Можно криптовалюта. Кто-то говорит, что работает Kiwi. Да, и опять-таки тот же FunPay. Никто не отменял. Зайдите на FunPay. Я думаю, там 33 варианта предложат ближе к старту. Тем более подписку можно подарить. То есть, по сути, вам кто-то ее может оплатить, а вы кому-то там, не знаю, в стиме дать какую-то шмотку на Жиггернаута. Ну, это так условно или еще что-нибудь. То есть, подписка даже дарится, как я понял. Блин, тоже что ли за компанию снова Ла-2 попробовать? Ла-2 для тебя лучший вариант из-за того, что она автобой. То есть, ты ее можешь без проблем совмещать с чем хочешь. В этом Ла-2, конечно, очень круто, что у нее есть автобой. Чат тупит. Чат навряд ли тупит. Ну, хотя кто его знает. Ну, возможно, вы писали или с матом, или каким-то запрещенным словом. Из этого оно или затирало, или не пропускало. Какое он может быть? Кто, ребята, на стрим подходит, не забываем поставить лайк для продвижения трансляции. Да, скорее всего, не пуди пропустил. Ну, вот тоже говорили, зачем запускали. У них вот я не проверял, но было 6300 только что у меня надпись. Ну, на канале. Сейчас уже 6500. То есть, как минимум, человек 200, ну, 200 плюс подписалась к ним на канал. То есть, в принципе, развивает свои медиаресурсы, собственно говоря, которым будет разглашать, ну, рассказывать информацию, собирать аудиторию. В принципе, чё, чё нет. На актуале Айона есть автобой также. Согласен. Но сам актуал Айона в СНГ странах не актуален. В отличие от той же линейки, от СНГ актуала. А трансляция уже была или будет? Трансляция уже закончилась. Стрим будет записи на канале оставлен. Вот этот, который вы смотрите. Можете потом сначала пересмотреть. Ну, или можете сейчас на начало перемотать и смотреть. Говорю, сообществом вашим играть пойти реально в какой-то новый проект и т.д. Или там для своих. Почему я вам показывал данный телеграм? Ещё раз покажу. Вот. Телеграм нашего сообщества. Для тех, кто в нём играет, играл или собирается играть. В любые проекты, которые мы играем или собираем. Ну, возможно. Вот. Квинфл будем идти на ЗБТ. Без проблем присоединяйтесь. Пошли с нами. В ДОТ куда же хотите поигрывать? Там пишите, кто катку сыграет. Присоединяйтесь, играйте. Линейдж 2. Скоро идём на новый сервак. Буквально там в течение двух недель. Присоединяйтесь. В Айон играем на Эмпайре. Хотите прямо сейчас играть? Присоединяйтесь. Раз у нас ребята поигрывают, присоединяйтесь. РФ онлайн присоединяйтесь. И так далее. Вот. Откидаю ссылочку. Единственное, без политики с какой-либо страны в каком-либо виде. И, соответственно, без мата в общую комнату. Дальше, в принципе, не важно. Играем, пробуем. Эмпайр, видимо, опустеет. Онлайн просядет на Скоко То, но сколько-то людей с него уходить и не собирается. Так что Богдан будет ближе к телу видно. Вот. И если онлайн даже просядет с тысячи... С 2200 или сколько, где-то до полторы. То, в принципе, Эмпайр себе вполне будет хорошо жить. И, опять-таки, на Эмпайре вы можете играть бесплатно. А там вам придется как минимум 10 евро платить за подписку. Нет, за число они не уточняли. Просто конец марта. Печально, что нет инфару, да? Да, да. А, вам не видно сейчас. А, но не суть важна. Короче, нету, да. Новый класс прям интересный классик. Он будет на Европе, но не со старта. Кто, ребят, на стрим подходит, не забывайте лайк поставить для продвижения трансляции. У нас 82 лайка. Собираем сотню. Чем больше будет людей, тем больше пойдет на Европу. Скажем так, тем больше узнает о замечательной игре Айон. Один час без ограничений. Ага, на тебя понял. Тогда успокойтесь, вы уже со своей МРУ. Не будет его столько, сколько можно. Иван, с чего вы взяли, что его не будет? Он будет. Причем задавался не раз вопрос, но на форуме новой они говорили, да, он будет. С чего вы взяли, что его не будет? Привет, евро выходит? Да, да, в конце марта выходит евро. Сейчас вот цену обсуждали, какая версия будет, какие классы и так далее. Сори, я с работы, какие новости? Ну, ребят, вы же понимаете, не буду пересказывать одно и то же. Новости я вам кидаю в Telegram. Читайте, вот здесь полностью все для вас переведено. Вот, все полностью здесь. Плюс, если что, можете этот стрим, он будет в записи смотреть с самого начала. Плюс, можете сейчас его перематывать на начало, чтобы не рассказывать одно и то же, ребят, потому что тоже подустал за час чем-то стрима за два часа. Так, подскажи, эта новость, если будете смотреть Евроклассика, то вот Telegram, который кинул, только в разделе Евро Айон. Вот, или ставите на вот эти часто задаваемые вопросы. По сути, вот это все обсуждалось. Вот это все, в принципе, больше ничего. По сути. Ну, и подтвердили, что на март вроде как успевают. И то, что на следующем стриме, недели через две, через три, уже смогут показать геймплей игры, скорее всего. Да ладно, смиритесь народ ММО. Стареет вместе с нами когда-то. Странная штука, конечно. Ну, не собираюсь не смириться и не собирать соглашаться. Оно может эволюционировать, ну, как бы имеется в виду, там, не знаю, в виртуальную реальность или еще какие-то next-gen игр, как когда-то Black Desert Arcade или еще типа того, или какой-то же Succession. Но я не вижу, чтобы этого жанра все было плохо. Только в 2023-м, только в 2023-м будет Throne of Liberty перспективная игра, Queenful перспективная игра, Ion Euroclassic. Весьма перспективная игра. Archeage 2. Вроде тоже на этот год запланировать, ничего не путаю. А где-то там в будущем еще будет Soul Frame от создателя Warframe. И это только то, что я жду. То, что мне интересно и моему сообществу. Я не говорю уже о всем остальном. Да и сейчас себя отлично чувствует тот же Warcraft, Lineage. Ion сейчас будет себя хорошо чувствовать. Не, все, Артем, реально отлично. Вот реально, если пару лет назад меня та же Гоха приглашала на рубрику типа MMORPG жанр мертв, я тогда и сам перепугался, потому что 1-2 проекта выходило в год. Наверное, один. И то какое-то полное говно типа Astellie. И реально как-то что-то надежда не особо жила. А сейчас прямо столько проектов, что я не знаю, куда бежать за шухлотаться. Даже Тунас зайдите, я ж показывал, да, в этот раздел он Queenfall. Офигительная игрушка, мне кажется, будет. Ну посмотрим. Вот на нее и обзоры есть и так далее. И то же самое, он Soul Frame от создателей Warframe. Мне тоже кажется, очень хорошо получится. Go Lost Ark. Не, Lost Ark пока не тянет ни с какой стороны. Вот, так что не до Lost Ark пока. Пока Ion, Queenfall, Throne of Liberty. Ну и дальше играем в Lineage Ion. Queenfall. Подскажи, амулеты стакаются бесплатно из-за ежи и за донат? Думаю, нет. Не пробовал, думаю, нет. Еще тоже, ребят, если я какой-то вопрос, не знаю, ответа или не уверен, или нечаянно не заметил, заходите в раздел, что я вам кидал Ion MP, ну, Ion, мой Telegram, и в раздел Ion вопросы по игре. Вот сюда любые вопросы по игре. Кидаю вам ссылочку. Пользуйтесь. А вот Тэш-Софф Крэшн все ожидаю, если честно. То же самое. Ну или классика. Дальше будем смотреть. Но меня прям вот Queenfall заинтересовал. Я думаю, если вы не смотрели, вот прям сейчас советую зайти, посмотреть про Queenfall. Вот оно. Вот первый ролик. И вот тут ниже помотаете. Вон подробности об этой игре. Вот второй. Ссылочку вам кидаю, кому надо. Вступайте и найдете здесь Queenfall. Причем с ЗБТ уже можно записаться. Я в том ролике, то ли первым, то ли втором, то ли втором. Да, по-моему, и в том, и в том. Рассказывал, как подать заявку на ЗБТ, и мы идем на ЗБТ. Игруха должна быть прям такая хорошая, добротная. Посмотрите, думаю, вам понравится. Ну даже коротко. Давайте вам коротко первый ролик покажу, второй сами посмотрите. Просто сам ролик вам покажу кусочек. Ну и понимаете, что это стрим, то есть в самой игре было все поинтереснее. Ну будет еще поинтереснее. Смена времен года будет, смена погоды будет, смена даже ландшафта времен года, плюс это все будет влиять на вашего персонажа. Это игрушка Queenfall, если кому интересно. Мне очень напомнила смесь аркейджа и Black Desert. Даже свой остров можно будет у гильдии сделать, но на ваши острова будут нападать, надо будет укреплять, защищать. Как я говорил, игра будет ни хер знает, когда в 2023-м уже заявку на ЗБТ можно подать. Классы будут, ну типа танки, клерики, ДДшки. Кстати, сейчас увидите лучника, всплакнете. У него прям скилл с Айона показан. Профессии будут развиты. Морской контент будет, морские боссы, мировые боссы, осады. Лучник, смотрите, скилл вам ничего не напоминает, не? Айонщики. Зашел тут Влад-Ва, думал, нам его будут соски продавать. А нет. Вышел. Понятно. Он точно надо закрепить. Это хил, кстати. Перед этим был мах. Данжи, соответственно, тоже. Нон-таргет система боя. И выглядит сочная задумка, хорошая, мировые боссы. Я просто к тебе к чему говорю, что, ну, я сам не видел эту игру. Вот недавно о ней узнал и начал по ней пилить, как бы, обзорчики и так далее. Записался на ЗБТ. Мое игровое сообщество записалось на ЗБТ. Мы идем. То есть, и она в этом 2023 году уже даже поучаствовать в ЗБТ можно. Так что, прям, прям, быстренько все происходит. Мне это очень нравится. Поэтому, говорю, я пока жанром МРПГ, по крайней мере, на 2023, я прям доволен и прям много всего ожидаю интересного. Игра называется Queenfall. Я сейчас кину вам телеграм, где про нее можно будет посмотреть обзоры, где можно будет следить за этой игрой и в тех же обзорах вы можете зайти и там в самих обзорах в начале и снизу есть подать заявочку на ЗБТ. Кстати, Артем, приятная новость насчет того, что осталось даже снятие санкции. В ней нету санкций. А, я забыл сказать, Артем, самое главное. В ней нету санкций и в ней есть русский язык легально. И озвучка будет русская и так далее. Но я забыл самое главное сказать. О, да это прям... Вот, вот, вот. Когда классик выходит? В конце марта. Это имеется в виду в конце марта Евроклассика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Кастомизатор. Только на лице можно менять 100 деталей. Не говоря уже о всем остальном. Надо скорее приобретать новое железо, чтобы эту красоту погреть. Согласен. Игра без аниме-говнища, да. В сеттинге середневековья. Я сам не люблю аниме, поэтому все, что выходило в МРПГ, в сеттинге аниме, которое стало популярно после этого... Забыл, как эта херня называлась. Но вы поняли. Я в это даже не играл, даже не обозревал. Ушел на ров, там от Айона одно название. Да, да. Блоки красивые, да. Вот в этой игре даже водный контент, водные боссы, корабли и сражение на кораблях будет. И на корабле вы плаваете не один, а целой командой. Кулинарка будет, алхимка будет, ну, всякие профессии. Кто релизит, в стиме она будет как распространителя, у распространителя в стиме. А релизит, я забыл, как компания называется, в начале этого рассказывал, рыбалка будет. Польская какая-то компания. Ой, Польская, подождите, подождите. Турецкая компания, войска ничего не передает. Короче, посмотрите обзор, там все более подробно, просто по памяти уже немножко устал за стрим за 2 часа. Слоны, маунты, там всякие быки, лошади, приручения животных. Дома, дома можно самому там строить и так далее. Морского контента, морские боссики, морские сражения, постройка корабля, команда. Нет, не обязательно пахнет фейлом, потому что до этого у них уже был опыт в MMORPG. Первая игрушка хоть и не стала заменитой, но опыт у них есть. И сейчас это в мире MMORPG одна из перспективных игр, за которой многие следят. И насчет пахнет фейлом, уже можно записаться на ЗБТ. То есть можно исходить, понюхать, фейл или не фейл. Там остался на Рофе, чешуку, наверное, играет сам собой. Возможно. Я думаю, никто, потому что на Рофе онлайн меньше, чем на нормальной фришке. Так, вот, если вас заинтересует все это, я вам кидаю вот первый обзор на эту игру. Там же рассказывается, как записаться на ЗБТ по компании Локализатор и все остальное. Ну, вернее, разработчики. Вот я вам кинул ссылочку с моего канала как раз. И второй, если вы за ней будете следить, вот кидаю Телеграм. Раздел Queenfall. Ждем, видите, написано. Вот тут мы общаемся по этой игре, готовимся к ЗБТ. И, собственно говоря, будем компанией идти играть на ЗБТ. Ну, и, собственно говоря, все, что известно об игре, это тоже написано. Телеграм, вот, вот, скидывайте это вся информация, где можно пойти с нами в игру поиграть. Ответы разработчиков на многие интересные моменты по ВП и так далее. Так, ребят, я буду закругляться, потому что уже время, в принципе, у меня перед этим был стрим еще несколько часов, и сейчас стрим 2 часа. Так что пойду отдохну. Всем огромное спасибо, кто заходил на стрим, ставил лайки, подписывался на канал, подписывался на Телеграмы, играйте в то, что вам нравится, играйте вместе с нами, буду рад. Смотрите стримы, увидимся, всем пока. Не забывайте тыкнуть лайк ось.